Для десятков Олегминчан августовские дни стали настоящим испытанием на прочность. 17 августа аэропорт города закрылся по причине ливневых осадков. У людей не только дни ожидания, но и финансовые потери. Кто-то приобрел невозвратные билеты, а для кого-то, чтобы попасть к месту назначения, первоначально надо попасть в Якутск. Подробнее в следующем сюжете. Около четырех часов утра на дебаркадере толпятся счастливчики с билетами до Якутска. Здесь же те, кто таковых не имеет, но надеется попасть на рейс. Надежды не оправдали. С Маргаритой Габаршевой мы встретились утром. Она жительница села Кендигирь. В Олегминск приехала за билетами до Якутска еще в понедельник на лодке. Это от пяти до семи часов. И до сих пор не может их приобрести. Мы вынуждены были приехать на лодке с детьми, чтобы приобрести билет отсюда. Напрямую подумали, здесь можем приобрести билет. И вот с понедельника ходим, и каждую ракету туда заходим. И вчера по-человечески подходили, и две ракеты были, приехали. Подходили к капитанам эти, попросили. Так и так, вот малочисленная народность, вот Кендигирский национальный наследок. Студентов много, вот помогите, пожалуйста, вот дети приобрести билет или на досадку. Они сказали, таких очень много, ага, ну утром подходите, посмотрим. Вот что получилось, опять остались. Порт закрыт по причине ливневых дождей, из-за которых взлетно-посадочная полоса превращается в глиняное месиво. 16 числа у нас начались интенсивные осадки. В ночь 16, 17, 18 шли, 19 закончились осадки. Значит, до понедельника, 21 числа мы открылись, приняли, смогли принять только один рейс, начались опять осадки. И на сегодняшнее число, 25 число, мы закрыты. Значит, за этот период выпало 56 миллиметров осадков, это полторы месячные нормы. Порт закрыт 17 августа, и когда откроется, неизвестно. При данной синаптической обстановке у нас, как правило, опять дождики бывают. Температура на данный момент 10 градусов, тихо, влажность близка к 100%, поэтому шансов, что мы откроемся в ближайшие два дня, практически нет. В аэропорту Иркутска более 100 пассажиров олегминчан, часть из них 17 августа ожидают рейсы. Мы находимся 17 августа, у нас отменили рейс, а последнее были 90 из-за того, что закрытая авиапорта в городе Олегминске. Значит, для вчера у нас была ситуация такова, что нам сначала авиакомпания «Якутия» предложила, то есть позавчера предложили они нам вылететь на 25-е, и то есть на сегодняшний день на Якутск, но потом они отменили этот рейс. Потом был разговор буквально через час, через полтора, о том, что они нас выведут до Ленска, тоже отменили. Из Олегминска выбираются любыми путями. Некоторые выбрали легким на машине до Нерюнгре. На 17 августа брала билеты на Иркутск, вылететь не могу до сих пор, сегодня сдала билеты, езду на Нерюнгре, на машине. А оттуда с Нерюнгре уже дальше? Поездом, да. А сколько времени на машине до Нерюнгре? Ну, часов 12-14 на легковой, я еду на грузовой, сказали, сутки. Кто-то успевает занять лодки, а это от 12 до 18 часов в пути, в зависимости от волны, погоды и опыта судоводителя. В ловушке оказались и жители попутных сел, которые почти потеряли надежду уехать. Между тем, по прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки ожидается облачная погода и опять дождь. Юлия Великодная, Пелагия Чердонова, Максим Копылов, НВК Саха, Олег Минск.